В наших действиях всех государств, в нашем новом глобальном мире, где стремительно меняется ситуация, обстановка, где сегодня растет, растет противостояние, где на каждом шагу мы видим конфликты, мало того, на самом высоком уровне державы начинают, как говорится, возникать с точки зрения того, что их мнение не совпадает поочень. Это важнейшим вопросом сегодня происходящего в мире. Спокойно многие уже говорят о ядерном столкновении. Вам, журналистам, это понятно, чем это грозит? Просто, когда закончилась Вторая мировая война, все даже боялись говорить о том, что как еще можно допустить в истории человечества такую войну, какая произошла во Второй мировой войне. 50 миллионов погибших. Из них 27 миллионов погибших только в постсоветском пространстве. Представьте себе, 50 миллионов потерянных людей. И вот тогда даже никто не помышлял, как это так, а сегодня спокойно говорят, будет или не будет ядерная война. Журналисты спокойно, многие политики, многие высоко сидящие люди с точки зрения руководства, управления, они спокойно рассуждают, а будет ли столкновение, подобное Третьей мировой войне. Я имею ввиду. Такой разговор, он, на мой взгляд, если меня спросили, я просто за это наказывал бы. Наказывал за то, что он спокойно говорит, что возможно Третья мировая война, кто-то каким-то образом. Ну, представьте себе, сегодня война, когда-то я выступаю, сказал одно. Если будет война, это будет мировая война. Если будет война, это обязательно будет ядерная война. Ну, а что такое ядерная война? Вы представьте себе, после этой войны, что останется на этой земле? И все мы почему-то забываем об этом и начинаем рассуждать, а будет ли вообще война, и почему, кто ее должен начать, или почему оно состоится, какие силы толкают это все. Я считаю, это где-то отсутствие вот такого, ну, памяти что ли, по-другому я не могу сказать. Память человеческая становится какой-то притупленной. Наша главная задача заключается в одном, чтобы ни в коем мере не довести вот это противостояние в этом мире, чтобы не допустить вот эту войну, не сохранить мир, стабильность сохранить. И я вам должен сказать, что вот эта вот война, о которой многие спокойно говорят, я должен сказать, что эта война будет последней войной. Субтитры создавал DimaTorzok